В Тверской областной библиотеке имени Горького состоялся международный исторический диктант, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилею писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В Тверской области было открыто 469 площадок для написания диктанта Победы, из которых более 200 были открытыми, а остальные, организованные силовыми, военными и режимными объектами, закрытыми. Международный исторический диктант проводится партией «Единая Россия» под эгидой проекта «Историческая память» в шестой раз. Это очень серьезный большой проект. Мне очень приятно поприветствовать всех, кто пришел написать сегодня диктант Победы. Поверьте, сегодня в зале много молодых людей, это приятно. И не сомневаюсь, что пройдут годы, пройдут десятилетия, и вы будете рассказывать своим детям и внукам о том, что вы были участниками знаменательного события «Писали диктант Победы». Перед написанием диктанта прошла торжественная процедура гашения марок. Дополнительно к выпуску почтовой марки были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля социального гашения для Москвы, Твери, Волгограда, Мурманска, Пензы, Рязани, Якутска и Ярославля. Помимо этого, до и после проведения тестирования участники диктанта могли написать письма пожелания героям специальной военной операции в рамках акции «Письмо герою». Сегодня мы это мероприятие открываем еще и в том числе специальным гашением марки, которое выпущено тиражом 88 тысяч экземпляров. У нас будет календарный штемпель, штемпель первого дня. Уникально то, что специальное гашение сегодня проходит еще в восьми городах Российской Федерации. Исторический диктант писали представители областного совета ветеранов, волонтеры, студенты, активисты общественных организаций, работники сфер культуры и образования, депутаты разных уровней, а также жители и гости Твери. Участники приступили к написанию диктанта единовременно в Центральной России ровно в полдень. Я как настоящий патриот решил поучаствовать в этом мероприятии, чтобы узнать свои способности и все ли я знаю про победу. В каждой семье, каждый родственник участвовал в этой войне и надо помнить их. После проверки всех результатов, итоги своего участия можно будет узнать по выданному личному коду участника в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф. Финалисты получат дипломы, которые предоставят возможность выпускникам старших классов получить дополнительные баллы КИЭГ при поступлении в российские вузы. Помимо этого, победители получат приглашение лично посетить парад победы в Москве в следующем году. Результаты конкурса станут известны этим летом.